приветствую уважаемые подписчики зрители канала называется это в медицине закон парных случаев когда люди ну сразу скажу что это не медицине в данный момент означает сразу несколько человек короче говоря обратились с редкими ножами параллельно с одним и тем же заданием с той бы с тем же заказом просто ну слегка почистить аккуратненько смазать перебрать механику без того чтобы покоцать ножи без того чтобы что-то где-то сделать криво неправильно и так далее люди просто не хотят сами лезть в конструкцию дорогих коллекционных ножей вот это вот 425 426 гравитаторы майка с ноги надо сказать что тоже естественно сняты из производства как и много удачная у бенчмейда надо сказать что это тот случай когда ножи ну прям не сказать их мало кто видел про них мало кто знает про эту модель и ножи удивительные по своим свойствам удивительные по своей продуманности и тактильным ощущениям вот то ощущение которое не дают в руки она особенная сейчас объясню как как именно что именно я имею ввиду во первых что сделали бенчи они сделали одинаковую совершенно рукоять но в 25 модели очень любопытный по гринду клинок вот такой вот прямой абсолютно и здесь вот ну во первых на мой взгляд клинок с рукоятью наиболее сочетаются темный клинок потом светлый бальстер и темный же опять материал на рукояти дальше вот фурнитура вся черная в общем согласитесь очень такой стремительный и своеобразный своеобразный силуэт хорошие обводы приятные тонюсенькая буквально ниточкой значит заточка заводская ну и тут понятно особо это ничего из себя не представляет в плане заточки но выглядит красиво правильно вот нож не меня не маленький то есть не совсем так вот какая-то мелочь пузатая я бы даже сказал довольно крупная рукоять в конечном итоге схватить нож можно как угодно перемещаться по рукояти насечка по продолжительности наверное даст фору так сказать напильнику уже то есть тут палец можно положить здесь 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 где угодно вот клинок толстый достаточно и надо сказать что покрытие такое вот знаете очень 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 шершавая это нож не так давно был снят с производства не так давно производился бабочка если не усатая ничего вот с ноги в общем то это более-менее такие уже современные свежие дизайны вот лайнеры титановые у ножа и он собран смотрите вот конкретно базовый на четырех банках вот здесь четыре баночки ну и собственно форма клинка подразумевает то что он никаким образом до них ну как бы не дотягиваются да да не одно из четырех вот механика у ножа феерическая я очень побаиваюсь как бы отжимать замок и держать его ровно потому что боюсь что он ударит по пальцу вот очень мягенький нож выскакивает очень легко никакого люфта ничего и в помине нет вообще фантастика конечно очень любопытным образом вырезан фрейм смотрите вот такими волнами то есть обычно мы что привыкли один глубокий пропил как бы и на этом до свидания а здесь прям волны такие выпилены красиво сухаря здесь и в помине не было значит но в данном случае я думаю что это да я в принципе к сухарям так спокойно отношусь вот такая вот штуковинка очень красиво давайте посмотрим блин поближе немножко смотрите на материал рукояти переливающийся такой красивый как обработан g10 такими тоже волнами продольными титан такой матовый глубоко матовый вот это вот все клипса стоунвошена и слегка полированная потом ну и клинок вот она магия бенча ну а второй нож идентичен отличается только клинком клинок вообще совершенно другой по строению ну такой что-то типа с пирпойнта только очень особенный такая форма снодевская много где скажем так эксплуатируется вот и там ганза какой-нибудь 704 слизан отсюда в общем-то клинок один в один вот но в принципе форма то ничего вот только на мой взгляд форма рукояти и клинка вот на этом ноже как-то уже друг с другом не очень играет ну это на мой взгляд я не претендую на то что нам гений дизайн или еще что-то такое здесь сделано немножко более менее эффективная насечка например здесь вот шпенек другой в казалось бы той же формы да но немного другой тактильно по ощущениям то есть этот меньше скользит чем этот вот что еще здесь не не очень понятно не очень понятно почему не сделали клинок с черным покрытием зачем было его вот это больше похоже на мелкий пескостру и последующую полировку зачем они так сделали и убрали вот этот вот симпатичный контраст не знаю вот ну 426 модель но вот такие братья но ни разу не близнецы вот аккуратненькие красивенькие здесь насечка гораздо меньше конечно вот надо сказать еще различие какое количество бонок здесь гораздо более объемный клинок поэтому вот двух боночек здесь нету чтобы он туда помещался вообще как то так видно вот ну есть не только гриптилиан у бенча да и хорошо что вот работаешь сталкиваешься с разными всякими ножами есть возможность подержать в руках то что в общем то уже давно снято с производства что никогда бы не купил что невозможно было бы купить даже если бы хотел и так далее и тому подобное так что вот так случается что буквально в течение недели двух приносят такие вот любопытные ножи не сговариваясь заказчики значит в спа вот такая история надеюсь вам было это интересно надеюсь вам понравилось взглянуть на раритеты до новых встреч в интернет эфире услышимся увидимся